Продолжаем чтение книги «Носители духа», составитель, профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. Тема – глава «Клирос». Святитель Игнатий Бринчанинов. Не можешь себе представить, как показалось мне отвратительным московское пение с его фигурами и вариациями. Вы спрашиваете, что значит телесная молитва. Это вообще молитва новоначальных, в особенности же клиросные пения, а наипаче нотная, где всё внимание обращено на голос. От этой молитвы, сопровождаемой сильной наружностью, сильной наружной ревностью, так же плотскую, переходит человек к сердечному и умственному вниманию. Игумен Никон Воробьёв. О клиросе. На клиросе никогда не помолишься. Лучше найти уголок в церкви, и там, спрятавшись, подражать мытарю. Всего лучше, наверное, было бы нигде не петь, а в церкви молиться. Постарайся в хоре или вне использовать время пребывания в храме на внутреннюю молитву. Пой без всякого напряжения, чтобы сердце не уставало. Зато со всей силой собирай помыслы и от сердца старайся творить молитву Иисусову. Иисусственного.